Всем привет, добро пожаловать на канал Хайбист, и с вами я, его ведущий, Риха Хартс. Сегодня у нас на обзоре будет довольно-таки старый релиз, релиз 2019 года, но это пара, которая только попала ко мне в руки, и я хотел бы о ней поговорить, потому что это интересные кроссовки. В общем, сегодня мы посмотрим на модель Air Force One в расцветке Paranoise в коллаборации с G-Dragon. В общем, там очень длинное название. Сейчас я вам прочитаю полное название этих кроссовок. Nike Air Force One Low G-Dragon Peace Minus One Paranoise. То есть, блин, они прям запарились. Но, а вкратце, эта пара либо называется G-Dragon, либо Paranoise. К чему вот эти вот принты дикие по бокам? Я вам все расскажу, поэтому я предлагаю не томить и начинать обзор. Погнали! Ну что ж, начнем мы, наверное, с бокса. Бокс здесь вроде бы как это обычные форсы, но если ты смотришь сбоку, здесь прям вот такие дичайшие принты. Здесь мы видим какие-то надписи, но они обрезанные. Вот, понятная надпись Life и Off. Короче, да, над боксом они постарались, принты реально крутые. И давайте же посмотрим на саму пару и посмотрим, какая она. Я уверен, что эта пара вас удивит. Она очень необычная. Друзья, если вы хотите быть в курсе всех новостей из мира моды и кроссовок, то хочу вам сообщить, что мы сделали два крутых новостных паблика в Телеграме и в Инстаграме. Там вы узнаете не только новости, но также цены на предстоящие релизы и сколько на них можно будет заработать. Но если ты хочешь научиться брать крутые релизы, не переплачивая за них, либо же самому начать зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, то у нас есть платный чат, где мы тебя всему научим и все расскажем. Всю подробную информацию ты сможешь найти по ссылочке в описании. Ну а так, приятного просмотра. В общем, нас встречает вот такая вот бумага, брендированная Nike с ушем и какой-то надписью. Многие из вас, наверное, сейчас сидят и думают, а при чем здесь вообще иероглифы? В общем, эти кроссовки сделал художник, артист, я не знаю, как его назвать, я не знаком с его творчеством. Он очень знаменит в Азии, прямо очень сильно знаменит. И когда выходили эти кроссовки, то есть их заанонсили, все азиаты были просто в шоке. Типа их все хотели и все ребята говорили то, что у тебя есть возможность купить эти кроссовки, покупай, они будут расти в цене, потому что на китайском и вообще в Азии это будет пользоваться огромным спросом. Я такой, окей, я вас понял. И в итоге ритейл на пару составил 200 долларов. Рыночная цена в данный момент в районе 700 долларов, и это зависит как всегда от размера. Но где-то в 700 долларов они вам точно обойдутся. Nike Air Force One Paranoise. И вы, наверное, сейчас такие, это просто черные с белым форсы. Да, изначально они выглядят именно так. Во-первых, что их отличает от обычных форсов, это вот такие вот мазки кисточкой на митсоли. И на подошве она тоже запачкана, хотя кроссовки новые, но выглядят, как будто их уже поносили. Но в этих кроссовках есть один огромный нюанс. Помните принт на коробке? А сейчас посмотрите на кроссовки вблизи. На весь носик уже потресканные, они идут такие из коробки. Ты с этим ничего не сделаешь, хотя они просто все время лежали в коробке. Их никто не надевал, пара полностью новая. И что с ними происходит? Когда ты носишь пару, черный слой начинает слазить. В основном у тебя будет слазить на носу, там где заломы. И под этим черным слоем, который реально легко снять, я не хочу это делать, потому что пара новая и портить я их не хочу, потому что это не мой размер. Я хочу их продать в дальнейшем, но я вам объясню, что с ними будет происходить. Под этим черным слоем нанесены вот такие принты. То есть, когда у тебя полностью черный слой весь слезет, у тебя будет полностью разноцветная пара. Они будут очень необычные. И каждая пара индивидуально, то есть там разные принты, и они будут слазить у всех по-разному, потому что у каждого разная походка, по-разному снашиваются кроссовки. Короче, это очень индивидуальная пара, и чем больше ты их носишь, тем больше они будут слезать. Также в паре очень такие толстые шнурки присутствуют. Вот на таких старых олдовых скейтерских кроссовках типа DC. Вот похожие шнурки использовались. Язычок выполнен из довольно-таки качественной кожи, и на язычке присутствует вот такая вот ромашка. Это логотип паранойза, как я понял. Ну, либо же они просто так решили. Когда эти кроссовки были впервые показаны, они были зашнурованы наоборот. То есть конец шнуровки заканчивался здесь, и бант был снизу. Это тоже что-то интересное. Я не знаю, насколько это практично, но выглядело это неплохо. Также наконечники шнурков здесь необычные. Они красного цвета с какими-то снова же иероглифами. В общем, блин, это действительно качественная пара. Я очень жалею, что это не мой размер, потому что я бы их себе 100% поставил. Они очень круто выглядят. Они необычные, потому что ты их не увидишь каждый день. Вроде ты смотришь, обычные черно-белые форсы. Что тут такого? 700 баксов за что? Но когда этот слой начинает слазить, кроссовки полностью перевоплачаются и начинают выглядеть совершенно по-другому. И вначале они у тебя обычные, классические. И ты их носишь, начинает вылезать весь этот принт, вся эта краска. И в итоге у тебя полностью такие бешеные кроссовки будут. Потому что они где-то тут начнут треснуться, тут треснут, тут треснут. И начнет вылезать этот принт. Это действительно очень красиво выглядит. И это круто. И я не видел это ни на каких других кроссовках. Поэтому, блин, это необычно. И молодцы Nike, что постарались так сделать. Как инвестиция, эти кроссовки тоже очень хорошо заходят. Потому что они растут в цене постоянно. То есть после релиза они не очень сильно выросли. У них изначально была ритейл цена 200 баксов, что для форсов довольно-таки много. Но сейчас они стоят уже в районе 700. И я думаю, за 2020 год они легко прыгнут до 1000 долларов. В комплекте идут как и белые, так и черные шнурки. Но еще я нашел пакетик с какими-то металлическими штучками. И я не думаю, что это надо одевать на шнурки. В общем, я честно не знаю, для чего они. Если вы шарите, напишите в комментах, пожалуйста. Мне очень интересно. Также на паре присутствует вот такой вот тег, на котором написано имя артиста. Которым является G-Dragon. Title, то есть название кроссовок. Это Air Force One Paranoise. И надпись Just Do It Nike 1988. Ну и внизу присутствует брендинг Peace Minus One. Также на паре сзади присутствует классический логотип Nike Air, который есть на всех форсах. Ну и сзади вот эта вот линия, она просто проведена еще кисточкой. Как будто, ну вот как будто зарисовали кроссовки, так как их делал художник. Тут кисточки, ну это все понятно, это вот такой вот дизайн на них. Но вот для чего эти заклепки нужны, мне действительно очень интересно. Ну а также был уже анонсирован следующий релиз, который будет зеркальное отображение этих кроссовок. То есть они будут белые с черной подошвой. И я думаю, они зайдут так же самым. Поэтому если у вас будет возможность их купить, покупайте и сидите, ждите, когда цена вырастет, потому что это 100% произойдет. В общем, я надеюсь, вам понравился этот ролик, потому что я решил вам рассказать и показать вот такую необычную пару. Я уверен, что на русском ютубе еще никто не делал обзор на нее. И вообще многие из вас вообще не знают про этот релиз. Поэтому я решил с вами им поделиться. Если вам зашел ролик, поставьте обязательно палец вверх. Если вы здесь в первый раз, подпишитесь на канал. Ну и если вы почему-то еще не подписаны, обязательно это сделайте, чтобы не пропускать новые классные ролики. Ну а так, вы были на канале Хайбис. С вами был я, его ведущий, Ирик Хартс. До новых встреч. Пока.